В эфире передача события. Как всегда, поговорим о самых актуальных новостях Азербайджана и не только. Сегодня мы стоим на этой площади. Ильхам Алиев разжег праздничный костер в Ханкенды. Разные страны, разные цели. Генсек НАТО совершил турне по Южному Кавказу. Расстрел вместо концерта. В Москве произошел чудовищный теракт. В ожидании часа Х. Европейцы готовят группировку для отправки в Украину. Вашингтон против операции Еврофахи. Госсекретарь США Блинкен снова отправился на Ближний Восток. А теперь об этих и других новостях недели более подробно. В Азербайджане отметили Новрусбайрам. Президент Ильхам Алиев по этому случаю посетил освобожденный Ханкенды, на главной площади которого разжег праздничный костер. Глава государства подчеркнул, что это большое счастье и добавил, цитирую, «Именно на этой площади разрабатывались подлые планы против нашего народа. Именно в этом здании были даны приказы для совершения Ходжалинского геноцида. А сегодня мы стоим на этой площади. Хочу сказать моему дорогому народу, что я назвал эту площадь Площадью Победа. Отныне это Площадь Победы». В Баку на уходящей неделе побывал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Азербайджан ранее недвусмысленно заявлял о том, что страна не стремится стать участницей этого альянса. Поэтому визит Столтенберга носил характер закрепления тех стабильных и уважительных отношений, которые стороны нарабатывали в течение долгих лет. Параллельно с визитом Столтенберга в Баку помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев отправился с визитом в Китай. Баку тем самым еще раз продемонстрировал, что продолжает курс на равноудаленность от всех центров силы. И что Китайская Народная Республика не меньше, чем Европа и США, дорога нам в качестве партнера. Гаджиев провел в Пекине ряд встреч, которые наверняка закрепят тренд на усиление партнерства между нашими странами. А генсек НАТО тем временем продолжал свой воеждж по Южному Кавказу. Сначала он полетел в Тбилиси, где назвал Грузию одним из ближайших партнеров НАТО и обещал грузинам принять их в альянс. Но не сразу, а после того, как в стране будут осуществлены реформы в области верховенства закона, в том числе в свободные открытые парламентские выборы. Весьма странное заявление, очевидно призванное замаскировать нежелание Запада заниматься Грузией. Впрочем, это только на руку правящей партии грузинская мечта, которую оппозиция обвиняет в непоследовательности курса интеграции с Западом. В Ереване же Столтенберг заявил, что, цитирую, «благодарен Армении за солидарность по вопросу Украины, как будто повязывая армян круговой порукой, не оставляя им пути отступления в отношениях с Москвой». Да и Пашинян особенно не подбирал выражения. Цитирую, «мы заинтересованы в углублении нашего сотрудничества с НАТО, и я надеюсь, что индивидуально разработанная для Армении программа будет принята как можно скорее». В армянской столице Столтенберг еще раз призвал Ереван и Баку в ближайшее время подписать договор, который, цитирую, «откроет путь к нормализации отношений и принесет устойчивый мир народам». Как можно убедиться, в нарративе Столтенберга нет рассуждений о мнимых угрозах Армении со стороны Азербайджана. И это внушает осторожный оптимизм, что позиция определенных кругов на Западе стремится к конструктивности. Впрочем, Пашинян тут же полетел в Брюссель на международный саммит по ядерной энергетике, где встретился с французским президентом Макроном и, очевидно, получил от него новую порцию наставлений. Хотя и на этом треке забрежила надежда на отрезление Европы. Макром на том же саммите заявил о необходимости объединения электросетей ЕС с партнерами на Балканах и Кавказе. Согласитесь, трудно сделать это, сохранив напряженность в отношениях с Азербайджаном, который, к тому же, и будет главным поставщиком зеленой энергии в Европу. Некую конструктивность, правда, в свойственной ему эксцентричной манере проявил и сам Пашинян, который припугнулся отечественников войной в конце недели. Кстати, неделя еще не закончилась. В случае, если Армения не пойдет на соглашение с Баку по вопросу азербайджанских сел, все еще находящихся под контролем Еревана. Ну и, наконец, позитивной новостью завершающей этот ряд событий стала двусторонняя встреча председателей парламентов Азербайджана и Армении Сахиба Гафаровой и Алена Симоняна. Встреча прошла в рамках проходившей в Женеве 148-й Ассамблеи Межпарламентского Союза. Спикеры обсудили вопросы, связанные с формой поддержки, которые парламенты двух стран могут оказать мирному процессу на фоне продолжающихся мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией. По итогам прошедших в России президентских выборов, Владимир Путин, набрав более 87% голосов избирателей, в пятый раз избран президентом страны. Однако кому-то очень понадобилось испортить российскому лидеру праздник. Вчера в концертном комплексе «Крокус-Сити-Холл» в Подмосковье произошел чудовищный теракт. Несколько неизвестных камуфляжи ворвались на территорию комплекса и принялись расстреливать в упор всех, кто попадался им на пути. Террористы также поджигали коктейли Молотова и устроили взрыв, после чего на огромной части «Крокус-Сити-Холла» начался сильный пожар. Совершив массовые убийства, террористы сумели скрыться с места событий. Впоследствии стало известно, что четверо из них были задержаны в Брянской области, на границе с Белоруссией и Украиной. Ведутся следственные мероприятия. По состоянию на момент записи передачи никто еще не взял на себя ответственность за теракт. На данный момент сообщают уже о более чем ста погибших и свыше сотни раненых, большая часть которых находится в крайне тяжелом состоянии. Количество погибших постоянно растет. При этом губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что число погибших увеличится значительно. Президент Алиев и МИД Азербайджана выразили соболезнования российской стороне. По всей линии Украинского фронта идут активные боевые действия. Однако лишь на Авдейском направлении российской армии удалось добиться успеха. Был взят населенный пункт Орловка. В ССУ пытаются компенсировать нехватку снарядов атаками дронов на населенные пункты Белгородской области России. Между тем, в ночь на 22 марта россияне произвели массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Были повреждены ряд электростанций по всей территории страны, включая крупнейшую Днепровскую ГЭС. Вместе с тем, Financial Times написала о том, что Вашингтон потребовал от Киева прекратить атаки на российские НПЗ. Издание объясняет это тем, что уменьшение российских объемов производства энергоресурсов может спровоцировать мировой рост цен на них. А это не нужно демократической администрации США в преддверии выборов. Более того, американцы опасаются, что Москва что-то сделает с нефтепроводом Каспийского трубопроводного консорциума, качающего казахстанскую нефть с запада через территорию России, в котором также участвуют такие американские гиганты, как Chevron и Mobil. Впрочем, на украинцев, похоже, просьба не возымела действия. В ночь на 23 марта ударами беспилотников подверглись Куйбышевский и Новокуйбышевский нефтяные заводы в Самарской области. Тем временем Евросоюз очень осторожно, буквально на цыпочках, пробует использовать замороженные российские активы в помощь Украине. Пока только процентные доходы на эти активы, что делает примерно 3,5 миллиарда долларов в год. Эксперты говорят, что дальнейшие действия будут зависеть в том числе и от того, как на этот первый шаг отреагируют владельцы счетов в западных банках из других стран, например, государство Персидского залива. Однако любопытнее всего себя ведет Франция. Вот уже месяц Макрон и его министры то говорят, что будут воевать с Россией, то заявляют, что не будут. А на уходящей неделе пламенные друзья Украины даже показали Киеву хищнический оскал. Вместе с Китаем, Австрией и другими странами Франция потребовала от Украины отменить список спонсоров войны, в которые входят компании, сотрудничающие с российским ВПК. Причина такого требования цинично проста. В этом списке есть и французские компании. Параллельно Макрон поделился предчувствием, что падение Украины может случиться очень скоро. Об этом сообщило европейское издание газеты «Политика» со ссылкой на источники. Ах да, при этом Макрон не забыл сфотографироваться в образе потного боксера с надутыми от гнева бицепсами. Впрочем, обильное использование фотошопа для создания французского мускула номер один не должно вводить нас в заблуждение относительно неготовности Запада к военным действиям. Вполне вероятно, что Запад действительно готов к плану X и вступлению в войну, но не для того, чтобы помочь сейчас Киеву воевать за Донбасс или Запорожье, а с целью не дать россиянам в случае прорыва линии украинской обороны продвинуться дальше на Запад и, в частности, в Одессу. Очевидно, НАТО не хочет допустить завоевания России черноморского побережья Украины. Ведь именно в атаках ВСУ на Черноморский флот России западные страны предоставляли самую действенную помощь. Одна из целей Запада – сковать Россию в западных морях и, таким образом, не дать ей сохраниться в качестве великой державы. Во всяком случае, директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, цитирую, «российская сторона располагает данными, что Франция уже готовит воинский контингент для отправки в Украину. На начальном этапе он составит около двух тысяч человек». На уходящей неделе израильская армия провела очередную операцию в больнице Аш-Шифа в Газе, в ходе которой взяла в плен около 650 бойцов различных палестинских группировок. По данным израильской стороны, среди захваченных в плен есть и высокопоставленные члены Хамас и группировки «Исламский джихад». Ранее сообщалось, что во время операции в больнице были убиты более 140 бойцов палестинских группировок. Операция в больнице стала причиной заморозки переговоров в ДОХе со стороны Хамас. Госсекретарь США Антони Блинкен совершает турне по Ближнему Востоку с целью обсудить переговоры о прекращении огня, освобождении заложников, удерживаемых в Газе, американское неприятие военной операции в Рафахе, который готовится провести ЦАХАЛ, и увеличение гуманитарной помощи в сектор Газа. 20 марта он встретился с наследним принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Сорны говорили о возможности заключения долгожданного соглашения о нормализации отношений между королевством и Израилем, залогом которого саудовцы хотят видеть готовность Тель-Авива к созданию палестинского государства. А на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри по итогам переговоров в Каире Блинкен заявил, что Вашингтон считает возможное проведение Израиля масштабной операции в Рафахе ошибкой и не может поддержать такой шаг. От операции в Рафахе Блинкен также предостерег непосредственно премьера Нетаньяху и членов его военного кабинета в ходе своего визита в Израиль. В свою очередь, израильский премьер заявил Блинкену, что Израиль не откажется от своих планов провести операцию и готов начать ее даже без поддержки США. «Напряжение между Израилем и мировым сообществом растет по мере усугубления гуманитарной ситуации в Газе. Ограничения Израиля на гуманитарную помощь для сектора Газа могут быть приравнены к военному преступлению», заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. С жесткой критикой на Израиль также обрушился и британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон. А США потребовали от Израиля снять ограничения и разрешить визит главы Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинцам или БАПОР Филиппа Лазарини в сектор Газа. Ранее дипломат ООН публично пожаловался, что Израиль заблокировал ее въезд и не дает посетить осажденный сектор. Напомню, что давление Израиля на БАПОР усилилось после того, как Тель-Авив обвинил несколько сотрудников агентства в участии в событиях 7 октября. При этом Израиль до сих пор не представил каких-либо доказательств. Израиль также отрицает ограничения на ввоз помощи в сектор Газа, утверждая, что ООН несет ответственность за блокирование доставки помощи. Однако это заявление также неоднократно опровергалось как ООН, так и западными странами, включая США. Агентство ООН по оказанию гуманитарной помощи предупредило, что жителям северных районов Газа угрожает массовый голод и что они находятся на грани голодной смерти. Тем временем любопытные новости приходят из стана йеменских хуситов. Похоже, эта организация сделала шаг в направлении повышения своей внешнеполитической легитимности. Хуситы заверили Россию и Китай, что их суда могут проходить через воды Красного моря и Баб-Эль-Мандепского пролива, не опасаясь нападений. По сообщению мировых СМИ, соответствующая договоренность была достигнута в ходе переговоров дипломатов трех стран, которые проходили в Омане. Делегацию хуситов возглавлял официальный представитель Ансар-Аллах Мухаммед Абдель-Салям. А вот уже член политбуро движения Али Аль-Кахум заявил, что Ансар-Аллах взаимодействует с Россией и Китаем, чтобы ослабить западные страны и разрушить концепцию однополярного мира. Вот так из кучки разбойников и пиратов хуситы на плечах России и Китая превращаются в легитимного союзника глобального юга в борьбе с коллективным западом. Во всяком случае, так все это они стараются представить. Это были, как мне кажется, самые важные новости уходящей недели. Увидимся, как обычно, в следующую субботу. Продолжение следует...